Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Мы в прямом эфире И сейчас, конечно, поговорим о той ситуации Которой, я думаю, прикована внимание Многих рижан, это ситуация вокруг Рижской Думы. Два гостя у нас сегодня В студии. Это вице-мэр Ригид Руис Клейнс. Добрый вечер Добрый вечер И заместитель председателя Фракции Согласия в Рижской Думе Сандрис Брэгманис. Добрый вечер Добрый вечер Как известно, было собрано 20 Подписей депутатов от Согласия От фракции для Риги С требованием или с инициативой О отстранении от должности Мэра Риги Олега Бурова В соответствии с законом В течение трех недель должно быть назначено Двух недель, извиня, должно быть назначено Заседание. Еще пока не назначено Это еще впереди, но может быть несколько слов Все-таки о том, что вынудило Вас собрать вот эти подписи Я не знаю, может быть сначала Вот господин Клейнс Да, здравствуйте Я, наверное, должен извиниться за мой русский язык Я не очень-то хорошо говорю по-русски Но я постараюсь Нормально совершенно, да Прежде всего я хотел бы подчеркнуть Что наш блок депутатов для Риги У нас нет Не имеет серьезных разногласий С нашими партнерами по коалиции И мы еще Подтверждаем, что мы можем Продолжать работать В коалиции, если мы решим Некие проблемы И я бы хотел Начать с того, что мы считаем Что господин Буров фактически Уже сдался ультиматуму Наших правящих партий государства И он считает, что Рижская дума Уже проиграла борьбу за незаконное распущение думы И он уже начал Собственную предвыборную кампанию И вместо того, чтобы Принять Какие-то решения Для В пользу Рижан Или проявлять коалиции Он занимается Вообще Своим пиаром И своими делами И не считает, что Что-то еще можно Делать В Риге И Я бы хотел Ну Упомнить Об условиях При которых Наш блок депутатов Согласился Присоединиться К Ведущей коалиции И поддержать Кандидатуру Господина Бурова На пост Председателя Рижской думы И Эти били Во-первых Удвоить Этот Мамын-побалст Для Рижан Пособия Для мамочек Так скажем Мамочек Да И Сокрашать Эти Очереди На Детских Садов И Вообще Решать Вопрос Чтобы Рижанам Не надо Было Ждать Там Столько Много Время Когда Ихние Дети Поступят В этих Садики И Украшать Это Время Ну Как Минимум Наполовину Если Не Больше И Создать Комиссию По Делам По Семейным Делам Делам Демографии Все Эти Вопросы Не решаются Они Наши Требования Не Показываются Вот В этом Проекте Бюджета До 2020 Года И Еще Я Хочу Упомнить Что У нас Есть Этот Договор Коалиции Я Может Быть Разрешу Сандеса Об этом Рассказывать Но В принципе Мы Считаем Депутат Блока Наш Блок Депутатов Считает Что Господин Буров Как Политик Еще Не готов Правлять Коалицией И Поэтому Мы Просили Наших Партнеров Партнеров О Коалиции Да Сандрис Может Чуть Все Так Продолжите Я Так Понимаю Что Депутаты Согласия Депутаты Для Риги Готовы Дальше Продолжать Работать В общем Составе С партией Бурова Честь Служит Риги Но только Не в качестве Бурова Как мэра Так Я Кратце Расскажу Что случилось Вот так Кратце И чтобы Было Понятно Всем Значит Мы Создали Недавно Коалицию Из Трех Можно Сказать Из Двух Партий И одного Блока Значит Честь Служить Риги 11 Человек Наша Фракция 17 Человек Согласия И Блок Для Риги Вместе Это 32 Человека Подписали Договор Сотрудничества Или так Называемый Договор Коалиции Разделили Конкретные Сферы Влияния И Сферы Ответственности Кто За что Будет Отвечать Все было После этого Нормально Но Как только Надо Исполнять Этот Коалиционный Договор Я Еще раз Повторяю И хочу Чтобы Уважаемые Радиослушатели Прекрасно Меня Поняли Что У нас Нету Ничего Мы Не имеем Ничего Против Фракции Честь Служить Риге Там Есть Замечательные Специалисты С которыми Мы Проработали Больше Чем Десять Лет Там Есть Дайнис Турлайс Который Который Можно Сказать Наш С Друисом Месте Бывший Сослуживец Который Скажем Так Служил И Возглавлял Даже Вооруженных Сил И Скажем Мы Тоже Сослуживцы Друис Целый Майор Я капитан Вместе Служили И Помним Это Время Там Есть Алдерманы Которые Давнейшие Очень Хорошие Специалисты По Образованию И так Далее Там Есть Специалисты Хорошие И мы Ничего Не Им Против Но Тот Мэр За которого Мы Проголосовали Который Стал Мэром Благодаря Наших Голосов На Следующий День После Того Как Мы Проголосовали Он Забыл Просто Про Нас Забыл Про Какие То Сферы Забыл То Что Ему Надо Забыл Про Свои Обещания Нам И Значит Он Начал Заниматься Только Своей Предвиберной Компанией И Заниматься Своими Делами Что Я могу Сказать Из Таких Самых Видных Примеров Вот Смотрите Сейчас Бюджет У нас Очень Сложный У нас Очень Мало Денег У нас Не хватает Идет Речь О том Что Буров Мало Потому Что Я так Понимаю Государство Часть Денег Вам Не Выплатило Это Во-первых Не Выплатило Во-вторых У нас Идет Речь О том О котором Мы Например Как Согласие Вообще Не Можем Допустить Это Недопустимо Но Буров Уже Начинает Разговоры О том Чтобы Сократить Проезд В Общественном Транспорте Чтобы Сократить Те же Самые Обеды Бесплатные В школах И так Далее Это Просто Видные Такие Примеры А он Занимается Тем Что Он Позволяет Себе Выступать На телевидении И Рекламировать Себя За Деньги Режан За Деньги Налогоплательщиков Примерно 100 тысяч Было Потрачено На Поздравление С Новым Годом И Все Это В Это Время Когда У Нас Сложности С Буджетом Дальше Он Занимается Той Самой Эстрадой Межапарки Он Занимается Своим Пиаром Личным Когда Мы Спрашиваем Чтобы Узнать На Что У Нас Потрачены Почти 70 Миллионов Денег Которые Были С С Мета Ремонта Эстрады Межапарка Мы Не Можем Получить Этой С Меты И Много Другие Такие Вопросы На Которые Он С С С С С Что Ему Не Что Мы За Него Проголосовали И Мы Его Выдвинули Как Менеджера Который Будет На Все Эти Вопросы Отвечать И Все Это Делать Напротив Он Позволяет Оскорблять Нашу Выдвинутого Вице Мэра Скажем Так Анну Владова Просто Скажем В Таком Каком То Грубом Состояние Начинает Ее Принижать И Говорить Что Она Не Должна Лезть Куда Ей Не Надо И Тому Прочее Всякие Такие Моменты Что Мы Просто Уже Нам Мы Поняли Что Это Предел И Мы Просто Собрали Подписи И Будем Значит Его Отстранять Вот Может Чуть Поясните Тем Нашим Радиослуштелям Которого Может Не В курсе Может Им Не Надо Знать Какие-то Хитрые Сплетения В Семь Как Мы Знаем Правящая Коалиция Запустила Все равно Процесс Распуска Думы На Вас Стоило Ли Сейчас Начинать Весь Этот Процесс Конфликта С Господином Буровым С учетом Того Что Мы Понимаем Что Рано Или Поздно Рижскую Думу Распустят На Оборот Нам Надо Было Сплотиться И Нам Не Надо Было Ссориться Но Как Можно Отреагировать Который Идет Против Всей Коалиции Мы По другому Не можем Это Расценивать Как Какой-то Непонятный Ход Для нас Непонятная Схема На Предвиборную Компанию Лично Своего Не Я могу Повторить Не партии ГКР Которая Была Долгим Времем Нашим Партнером Но Лично Свою Рекламную Компанию Может Ли Все Таки Вы Допускаете Еще Возможно Каких-то Дополнительных Переговоров И то Что Вот эти 20 Подписей Вы Отзовете Ну Вы знаете Политик Никогда Не может Делать Так Что Вот это Камнем Забито И Никогда Не говори Никогда Никогда Не говори Никогда Но Я не знаю Что Должно Случиться Чтобы Он Поменял Своё Мнение Потому Что Мы Ему Давали Очень Много Раз Авансов И Эти Авансы Он Не Использовал В благих Целях Он Как бы Посмеялся И Подумал Что Ему Не надо С нами Считаться Господин Куриц Вы Не так Давно Все Так Были Избан Вице-мэром Что Удалось Вам Сделать Я помню Недавно В одном Из интервью Вы говорили По поводу Тех Перемен Которые В частности В Риге Сатекс Произошли Да У нас Очень Много Дел Предстоит В Риге Сатекс Очень Много Надо Переделывать Там Всю Систему Чтобы Сократить Издаваемые Расходы И Не надо Было Нам Пересмотреть Эти Маршруты Не Маршруты Не только И Льготы Для Рижан И Ну Как Известно Там Есть Люди Которые Очень Близко Связаны И С Партии Нынешнего Мэра И Я думаю Что Это Все Представления Которые У нас Есть В прессе И В телевидении Она Связана С тем Что Там Многие Договоры Надо Пересмотреть И Уже Подготовить В этом Году И Там Очень Большие Суммы Денег Которые Наверное Какие-то Предприниматели Не Хочут Не Хочут Потерять В следующих Пять Лет Я Думаю Что Это Одна И Ну Что Я Старался Сделать Я Старался Там Сделать Это Чтобы Это Все Было Понятно Что Там Происходит Чтоб Люди Поняли Что Там Происходит Чтоб Не Было Очевидно Для Рижской Думы Невыгодно Такие Сделки И Чтобы Рижане Могли Продолжать Пользоваться Качественным Общественным Транспортом И Не Должны Переплачивать За Ну Какие Там Сделки Предпринимателей Которые Стоят Близко К Ныншнему Мир Я Еще Предлагаю Друвису Рассказать Что Он Конкретно Сделал За Это Короткое Время Почему Он Попал В Немилость Господина Бурова Который За За Стоит Стоит Бурова Почему он делал такие изменения, да? Расскажи, чтобы людям было понятно. Мы очень много говорим о конкурсе, который там, ну, вот это... В Совете. В Совете, да. И все там говорят, что там вот этот был очень открытый, очень там серьезный конкурс. Там эти люди, ну, все там выбраны честно. Но мы знаем, что конкретно, что три или даже четыре члена этого Совета были, ну, выбраны в таком очень туманном проекте, ну, в процессе. И сейчас представляют конкретно каких-то конкретных предпринимателей. И чтобы понять, это, наверное, ну, Рижская карта, например, в этом году заканчивается договор Рижской карты. На следующих пять лет сумма договора будет, наверное, 100 миллионов. 20 миллионов в один год. Я уже дал им задание, чтобы пересмотреть эту систему и найти для Рижана на более выгодный способ, как это обслужить и как это организовать в будущем. И, ну, сейчас мы видим, что у нас есть отпор. Ну, да. То есть не позволяет вам это. И чтобы Рижане поняли, это о карте Рижане идет речь, да. И это идет речь только об обслуживании, да. Это только обслуживание, которое… В год. Которое, в принципе, сейчас монопол в Риге. Да, ну, то есть год 20 миллионов, да. 20 миллионов в год от прибыли Рижской садекс. Да, и это на пять лет, и получается общая сумма договора тогда… 100 миллионов. 100 миллионов. Представляете, за обслуживание какой-то карты, да, ну, не какой-то карты Рижане, это очень важная карта, но и то, что вот эта карта позволяет Рижанам там идти в общественном транспорте и так далее, но только обслуживание этой карты 20 миллионов, это же ненормальная сумма. Естественно, что это надо прекратить. И мы считаем, что в 21 веке с нашими технологиями можно найти более дешевые… И эффективные. И эффективные, более дешевые решения. И другой, этот, конечно, мы знаем, что у них есть маршрутки, и это, наверное, очень хороший способ, как передвигаться в городе, но, к сожалению, это не бесплатно. И многие маршруты были сделаны такие, как они, ну, парк Лаяс. Дублировались. Дублировались Рига с Сатексми. Да, ну, с простым, с общественным транспортом. И убитки для Рига с Сатексми, это состояло почти 2 миллиона евро в год. И вы это отменили? Да, и мы сейчас это отменили в декабре, и с 1 января, конечно, для Рижана, может быть, это не очень-то хорошая новость, что многие люди должны пересадиться в Рига с Сатексми транспорт. Но, тем не менее, мы сэкономим почти 2 миллиона евро для Рига с Сатексми. Но это еще один шаг в том направлении, чтобы не снять эти оплаты. Ну, то есть, если бы предлагали вот этот микроавтобус, если бы предлагали за нормальную цену, вы бы даже не отменили это, если бы была нормальная цена. Мы все знаем, как считали те же самые инвалиды и те льготные пассажиров, какое количество считало, что столько даже и нет в Риге, сколько все время считалось и неправильно калкулировалось, чтобы получить побольше вот этих льгот. Ну, и, конечно, мы должны отмечать, что все знаем, какой бизнесмен управляет всем этим, и что он еще недавно был членом партии, да? Ну, да. Да. Привемся буквально на пару минут у нас реклама. Я вижу, что есть звонки. После перерыва будем их принимать. А вице-мэр Довис Клейнс и депутаты Рижской Думы Сандрис Берговниц на студии. Не переключайтесь. Микс Ньюс. Продолжаем работу в прямом эфире. Может быть, мы начнем, как мы и обещали, со звонков наших радиослушателей. Одевайте, пожалуйста, наушники. Послушаем вопрос. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Господин Бергнер, смотрите, вот я как бы не политик, я избиратель, я народ, да? Я вот вам звоню и задаю соответственно вопрос. Вот смотрите, господин Буров вам даст смех, чтобы вы посмотрели, сколько там украли с межопарка. А вы эти сметы мне, народу, покажете? Это первый вопрос. А второй вопрос. Я сделал видео, как господина Бергваница, кажется, назначали работником в порт. Ему задавали вопросы. Вы чего туда идете? У вас же нет ни образования, ни образования. И он говорил, а я научусь. То есть он, по сути дела, некомпетентный человек, устраивается на ту работу, которая также нашему мэру сейчас, она ему не по карману. Так в чем разница между вами? То есть вы предлагаете одних воров поменять на других и нам поддержать вас? Спасибо, да. Хороший вопрос. Первый вопрос. Если нам удастся получить эти сметы, я обязательно выложу это в Facebook и покажу людям, если нам удастся их получить. Что касается, если эта информация не будет конфиденциальна, то есть те сметы, которые еще будут, наверное, это конфиденциальная информация, но те сметы, которые уже сделаны, их вот я опубликую. Это я могу вам сказать. Второй вопрос по мне. Я хочу вас огорчить или обрадовать, что у меня есть соответствующее образование. У меня два высших образования, хочу подчеркнуть. Одно, конечно, может быть, не столь для порта подходит. Я закончил на вооруженную академию, национальную академию обороны. Но второе, у меня юридические образования, я которые закончил 2018 года, я получил. У меня бакалавр. И сейчас я до сих пор продолжаю образование в магистратуре юридического факультета. И это насчет образования. Что касается порта, я, конечно, там никогда не работал, но я хочу отметить, что я не работал, например, с Тивидором в порте или какую-то такую должность не занимал. Но хочу отметить, что члены правления порта – это политические надзиратели. Меня избрали депутатом наши жители города. И я именно как политический надзиратель работы порта, вот эта должность, вот этим является. И соответствующее образование считается, это может быть любое образование, юридическое, экономическое, вот то, что связано именно с бизнесом порта, вот это образование у меня есть. А что касается опыта работы, у меня он не был. Я говорил, когда вот вы мне сейчас говорите про то, что я некомпетентен, я так не говорил. Я говорил, что у меня нет опыта, которого я наберусь во время работы. И что касается еще, могу еще подчеркнуть, что не я руковожу портом, а портом руководит 8 членов правления, которые 4 от самоуправления и 4 от государства. Но теперь этот вопрос уже больше не актуален. После того, как за одни сутки государство переняло порты Венского, Саириги, я так понимаю, выбросив оттуда представителей самоуправления. Так что теперь этот вопрос уже не актуален. Возвращаясь все-таки к Рижской думе, насколько есть вероятность, что будет принят бюджет, если удастся вообще преодолеть этот конфликт, который внутри сейчас коалиции возник, или вы считаете, что политически было бы правильно, чтобы бюджет города на этот год принимала уже новая дума? Вот, не знаю, господин Клейнс или Сандрис, как вам? Я считаю, что у нас есть довольно большие проекты, которые ждет бюджета этого года. Если мы не принимаем его в январе, то, наверное, самое последнее время, когда надо этот бюджет принять, это в февраль. Потому что у нас есть многие праздники песни и танцы для школьников в июне. И если этот бюджет будет технический, это значит одна двенадцатая доля от бюджета. Каждый месяц мы не можем запустить все эти процессы, которые связаны с реперкумами, потому что не хватает денег. В принципе, юридически нельзя это делать, если нет решения, чтобы деньги будут на такие закупки. Да. Может быть, еще такой вопрос, связанный с работой Рижской Думы. Если все-таки дело дойдет до принятия сеймом закона о распуске, я так понимаю, что каждый из депутатов Рижской Думы, не только депутаты сейма, могут обжаловать это решение в Конституционном суде, так я понимаю? Мы пойдем в Конституционный суд, это ненормально, что вот эту ситуацию, что вообще как министр, который является, скажем так, политическое лицо, которого избирали на других выборов, другие избиратели могут, может отпустить или распустить Думу, которую избирали опять другие избиратели и опять на других выборов. Это неправильно именно по Сатвершну, да, как-то сказать. Это незаконно, в принципе. Да, это неправильно. Ну, не демократически, скажем так. Да, это не может быть, это юридически неправильно. Ну, там есть еще один нюанс. Это принцип объективности, который заложен в нашем Лаком Дошин. В законодательстве, да? Да, и там очень конкретно, если люди принимают решение, они не могут принять решение о каких-то вопросах, где они сами были участники. И в этом случае у нас есть определенные министры, есть члены Сейма, которые были участники в этой же Думе и только переселились на Палды, я бы сказал, на Сейме. Да, и сейчас думают, что они до сих пор, у них есть право принимать решение и решать какие-то вопросы, которые касаются только режима. Да, ну, я это, как бы, вот так, может быть, это эмоции, да, но это было, продолжалось уже много лет, что никому из правящей коалиции не нравилось то, что Ушаков все время выигрывал выборы, да, в Риге. По-всякому было, по-всякому было всякие попытки его снять, отставить и так далее, но вот это 18-го году в связи с этим скандалом, где он сам, как выяснилось, не был замешан, да, все-таки удалось его снять. Это он сам обжаловал, да, но вот и сейчас происходит продолжение того же самого инцидента, который был, да. Вот таким законным путем не можем, тогда вот незаконным его снимем, да. Может быть, такой вопрос еще хотел задать, все-таки вот у многих рижан может такой вопрос возникнуть, глядя на все эти вот политические новости, а работает ли Дума вообще, Рижская Дума вообще работает, Рижское самоуправление? Рижское самоуправление, вы имеете в виду, что сами... Ну, там, дороги, мосты, и то, что людей интересует. Про идет речь по работникам, чиновники работают, конечно, все идет в общем режиме, работа идет, все происходит. Естественно, что по большому счету какие-то важные решения сейчас на уровне политическом не принимается, да, и не может приняться только по такой причине, что вот сейчас на данный момент мы хотим понять, есть ли у нас коалиция и можем ли мы выбрать мэра и человека, который будет, который будет не только бороться за выполнение своих каких-то личных интересов, интересов, но интересов тех депутатов коалиции, которых выбрали избиратели, да, потому что под каждым конкретным депутатом стоят свои избиратели, который говорит этому депутату, что они хотят, да, и не может быть такое, что эти избиратели, скажем, находятся в таком положении, что ихний депутат нажимает только кнопку, чтобы мэр города, Буров, не согласовывая ни с кем, ни какие-то решения, может делать, ну, если так можно сказать, ну, добро своим конкретным целям. Да, я бы хотел отметить, что, в принципе, эта ситуация плохая для всех больших проектов, рейл-балтика... Это неопределенность политическая, да? Потому что сейчас у нас очень открытый конфликт с правящими партиями, которые находятся в правительстве, и это не только Рыжская дума решает такие большие проекты, да, там есть надо решения, которые совместные и правительственные, и муниципальные, и сейчас все эти большие проекты, вот такие межинституционные, они, в принципе, стоят в тупике и не принимаются, и в этом, вот в этих случаях даже чиновники не могут ничего делать, потому что у них нет вот этих политических решений, какое направление, каких вот деньги нету, уверены для проектов, ничего нет. Вот в этом случае очень плохо, эта предвыборная ситуация, она не очень-то хорошая для развития города. Прим, звонки. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. У меня вопрос вот к господам депутатам. Скажите, пожалуйста, вот мы каждый день практически собираем по одному еврику, чтобы вылечить больных детей, а у вас вот прозвучала цифра, что вы 100 тысяч только потратили на одну рекламу новогоднюю, а на салюты сколько вы тратите. Скажите, с моральной точки зрения, это вообще оправданно или нет? Спасибо. Спасибо большое. Ну, это, видимо, то, что вы сказали в самом начале. Ну, мы поэтому говорим, что из-за этих всех проделок, потому что об этом, то, что была эта реклама за эти 100 тысяч, мы узнали только потом, когда эта реклама озвучена была. С нами никто это не согласовал и не спрашивал. Это было единоличное решение господина Бурова так сделать, и поэтому это одна из причин, по которой мы его хотим снимать сейчас. Да-да, ну, это не только этот вопрос. Мы не можем найти деньги, чтобы платить и социальным работникам, которые ухаживают за пожилыми людьми дома. Мы не можем найти деньги для шествия, там, ну, не знаю, там, какие-то мероприятия для рижан, которые в этом году будут, ну, традиционные, которые будут сняты, потому что нет денег. И, да-да, я согласен, это непределимое. Если мы говорим, что нет денег, а тратим деньги рижан на собственную рекламу. Это, конечно, абсурд. Еще один звонок, наверное, успеем принять. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. У меня один вопрос. Когда прекратятся эти склоки, когда, наконец, Рижская дума займется делами? Нормально. Вы посмотрите, до чего довели город. Я уже не говорю про Брасовский мост. Мосты все в плачевном состоянии. Перила на мосту, который около дворца культуры завода ВЭФ, на воздушном мосту в плачевном состоянии. Город в идиотском состоянии. И вы занимаетесь только тем, что какие-то политические дрязги решаете. Займитесь делом уже, в конце концов. Спасибо большое. По поводу мостов, я так понимаю, тендер завершился. Да, расскажи. Там есть две части в этом вопросе. Один. Не было такого времени в Риге, когда между каким-то фракциям не были бы какие-то там разногласия. Но господина Ушакова и господина Америкс как-то умели это все держать внутри. И в конце концов договориться и что-то развивать. Чтобы работа шла. Чтобы работа шла. А эти ссоры остались внутри. Но господин Буров не способен этого сделать. А второй вопрос. Конечно, и Анна Владовна уже об этом заметила в пресс-конференции. Что многие вопросы стоят и в принципе решения не принимаются. И эти решения за конкретным человеком. Эти решения может только принимать мэр города. И это касается и моста Брасовского. И касается вот этой ситуации о договорах о вывозе мусора. И вообще о инфраструктуре. Как мы знаем, у нас даже в департаменте развития не работает ни директор, ни комиссия. Сейчас работа способна. Эти все решения стоят за... Решения в уровне мэра. Он сейчас их не решает. У него предвыборная компания. В этом проблема. Да, ну что, еще минута остается. На прием звонка. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Я тоже ставлю своих пять копеек. А вот сегодня узнал по радио, так же самое услышал, что если Бурова там снимут, то его место не может занять один МЦВР, другой вице-мэр. То какой-то есть еще у нас начальник города. А вот правда, не много ли у нас там начальников? Что, получается, два вице-мэра, еще какой-то начальник города. Что, может, надо начать как бы с себя. Может, как-то снизить этот бюрократический аппарат. Немножко ужаться вам, поменьше стать. Ну, может, депутатов этих, а руководителей и заместителей. Спасибо большое. Видимо, здесь надо пояснить... Он думал, наверное, про исполняющий директор. Исполняющий директор, если вдруг в городе не остается ни мэра, ни вице-мэра. Почему такой вопрос возник? Я так понимаю, что оппозиция в Иршеской Думе тоже не дремлет. Ты собрала свои подписи, возможно, да, за снятие вице-мэров? Ну, я бы хотел подчеркнуть, что это вообще другой уровень. У нас по закону, у нас есть 60 депутатов, которые выбраны для работы в Иршеской Думе. И они управляют и комиссиями, и комитетами. И у нас есть воды. Руководство Думы, в котором все время было и мэр города, и вице-мэр города. И там, может, это число, в принципе, там ничего не маняет. Сколько там в руководстве работает, сколько как депутаты. Очень там большое влияние на бюджет это не наносит. Но чтобы понять, этот исполнительный директор города, он не выбран депутат, он чиновник, который работает и руководит всеми администрациями города. Ну, это чиновниками, условно, административным аппаратом. Чиновник, да, это как госсекретарь в министерстве. И нормально они работают без, ну, на ударблэгумс терминации. Без договора. Нет, договор есть, но у него есть договор без срока. Конкретного времени, да. Да, он нормально, в нормальном ситуации он был бы вообще, ну, политически нейтральный. В случае господина Радзевича он является членом... Партии ГКР. Партии ГКР, он был, условно, согласен. Да, и членом правления партии. И, конечно, в этом случае мы не можем его считать политически нейтральным, да. Но, в принципе, да, если нет руководства в Думе, да, то закон предсматривает, что вот этот исполнительный директор для до собрания новой Думы руководит работой. И можем еще отметить, что сейчас довольно это такая влиятельная должность исполнителя нового директора. Да, поскольку все... Поскольку все... Доли капитала. Доли капитала думских предприятий перешли после 1 января на него. В соответствии с новым законом, да? Да, в соответствии с новым законом. Да, и он... Ну, что касается Радзевича, то, что он юрист опытный, да, и он даже был... Когда-то возглавлял бюро министра, да, и поэтому ничего против не можем сказать, да. Он со своей работой справляется, да, но единственная у нас проблема сейчас с отношением к мэрам, да. Также мы не имеем ничего против, и, как я уже повторяю, да, еще раз, против партии ГКР, да. Это наши партнеры, с которыми работали долгие годы. И мы надеемся, мы надеемся, что у нас удастся договориться, наконец-то мы сделаем коалицию, которая может доработать до конца этого срока. Или когда вот вступит в силу, вот, как мы считаем, это незаконное решение о нашем увольнении, да. Ну, что ж, посмотрим, как будет ситуация развиваться. Тем более, что очень много будет решаться и в Сейме. Там тоже непонятная история. Даже если закон о распуске Думы будет принят, условно говоря, в конце февраля, и оппозиция опять соберет 34 подписи. Еще на два месяца заблокируется вступление в силу этого закона. Поэтому, на самом деле, очень много неизвестных. Друвис Клейнса, вице-мэр Риги и депутат Рижской думы Александр Сбергманис у нас были в студии. Большое спасибо. Спасибо вам.